Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сыну пять с половиной года ходит в детский сад. Контактный общительный ребенок с новыми людьми осторожен, присматривается, но потом все в порядке, без проблем идет на контакт. Занимается городской гимнастикой в детском саду. Его всегда выделяют на выступлениях на утренниках, хорошо поют, солируют. Не так давно ребят в их садах собирали как вокальную группу для выступления на городском концерте. Он сказал, что не хочет, якобы нет желания, хотя раньше не было с этим проблем. Сегодня опять та же ситуация. Не хочу готовиться к концерту, не хочу выступать. Я понимаю, что заставлять ребенка не надо, но не понимаю, как мне правильно узнать в него причину нехотения. Раньше ей хотел и нравилось, никаких конфликтов не было. Я хочу, чтобы он развивался творчески. Но понимаю, что мое желание это одно, с мнением ребенка тоже нужно считаться. Подскажите, как лучше подойти к ребенку, как начать разговор, чтобы узнать точную причину. Так я отмечу, что он со мной достаточно открыт, всегда все рассказывает сам, а тут прям вытягиваю из него. Ну что же, Алина, довольно грустно мне читать ваш текст, потому что вроде бы у вас позитивные вещи есть в контексте творчества. Вроде бы вы хотите, чтобы ребенок ваш развивался творчески, но при этом, ну при том, что вы этого хотите, да, при этом вы как-то вот, на мой взгляд, не понимаете уж, значит, давите на него с тем, чтобы он, ну, занимался там каким-то определенным видом деятельности, да. Итак, сын, например, пять с половиной лет, ходит в детский сад, компактный общительный ребенок. Вот, знаете, здесь у меня такое ощущение, возникло, что вы хвалите, хвалитесь, как будто им, типа вот, у меня ребенок, вот он вот такой, вот он у меня и контактный, и общительный, и так далее. Простите, а что было бы, если бы он не был общительным? То есть, вы как будто бы это выделяете. И естественно, что здесь мне хочется спросить у вас, а вы сами общительны? Вы сами, как вот, как вот вы сами, ну, распоряжаетесь своей общительностью, коммуникационными навыками, и так далее. С новыми людьми осторожен, присматривается, потом все в порядке, если проблема идет на контакт. У меня здесь также есть ощущение, что вы пытаетесь подчеркнуть, как будто бы, что ваш ребенок нормальный. Могу ошибаться, вот, но есть у меня такое ощущение, что вы пытаетесь подчеркнуть, что все с моим ребенком хорошо, вот, абсолютно он в порядке, и никаких вообще проблем у него нет. Вот, пытаетесь, как будто бы, как будто бы, пытаетесь сказать вы. Ну, ну, понимаете, никто, никто не спорит с тем, что с вашим ребенком все в порядке. Это скорее вы считаете, как будто бы, считаете ненормальным то, что ребенок может чего-то не хотеть. Хотя, на самом деле, это, ну, абсолютно нормально, если ребенок чего-то хотел, а потом хотеть этого он перестал. Вот, поэтому здесь, в этом, в этом, в этом смысле, обсуждая нормальность своего ребенка и показывая, демонстрируя, доказывая то, что, ну, то, что с ним все в порядке, вот, вы, в общем-то, сами понимаете тему нормальность, вот, сами понимаете тему нормы и отклонения от нее, вот. Почему? Это стыд, это страх. Дальше. Занимается каратэ и гимнастикой в детском саду. Ну, вот, здесь я должен сказать следующее неприятные вещи, вот, к сожалению, на эти вещи очень многие родители реагируют достаточно негативно, вот. И я их, в смысле родителей, в этом смысле понимаю, я понимаю их, вот, но, тем не менее, сказать я об этом все равно должен. У меня сложилось такое впечатление, что у вашего ребенка очень много всяких задач, как будто бы у него совсем нет свободного времени, нет спокойствия, нет какого-то вот, ну, знаете, знаете, как предоставления, да, самому себе. Вот. Если это так, то это большая проблема. Вы же хотите, чтобы он спел, вот, вы же хотите, чтобы он там выступал, вот. Вот. Может быть, ребенок просто банально устал и хочет больше свободного времени, вот. Вот. Не думали ли вы об этом? Не думали ли вы о том, что вот такая ситуация вполне себе может быть, вот. Если не думали, то рекомендую вам как раз таки на эту тему немножечко поразмыслить, может быть, вот и подумать, а не слишком ли я выгружаю своего ребенка. Вот. Не слишком ли я наполняю его, ага, всякой активностью, вот. Остается ли у него время вообще на то, чтобы побыть наедине с собой и так далее, вот. То есть, к чему вся эта активность? К чему вся эта активность? Вы говорите, я хочу, чтобы он развивался, там, творчески и так далее. Ну, судя по всему, да, не только творчески. Вы хотите, чтобы он развивался, вот. И мой вот такой основной вопрос, да, зачем это вам? Ну, вот, лично нам это зачем? Зачем вам развить ребенок? И не слишком ли вы, не слишком ли вы сильно этому уделяете внимание? Вот. Потому что, вот, есть ощущение, что, что, через чур. Дальше. Его всегда выделяют на выступлениях на утренниках хорошо, поет и солирует. Ну и что? Опять же, как будто бы вам важно то, что его выделял. Ну, выделяют, выделяют. Ну, то есть, это ничего не значит от слова совсем. Вот. Потому что, его, может быть, выделяют, да? Вот. А ему в этой ситуации как? Ему в этой ситуации каково? Каково? Ему в этой ситуации комфортно. Ведь дело в том, что, понимаете, в чем штука? Штука в том, что у него получалось что-то само собой. То есть, у него получалось что-то вполне по себе естественное. Вот. И это не было ему, так скажем, в напряг. Потому что, у него получалось это как раз легко. А теперь, теперь, от него как будто бы требуют делать больше. Вот. И, естественно, что человек может стараться от этого отходить. Вот. Дальше. Значит. Не хочет якобы не от желания, хотя раньше не было с этим проблем. Я понимаю, что до стола примерно не надо, но не понимаю, как мне правильно узнать у него причину его нехотения. А зачем? Зачем? Зачем узнавать причину нехотения? Вы не принимаете его решение. Вы не принимаете его нежелание. Что получается? Получается так, что вы не принимаете его выбор. И с чем это может быть связано? То, что вы не принимаете его выбор. Вот. Вот это, на мой взгляд, ни хрень не важное, ребят, что вы вроде бы говорите, что ребенка заставлять с одной стороны не надо. Вот. Но с другой стороны говорите, а как мне узнать причину его нехотения? Ну, чтобы заставить его. Вот. То есть, вы как бы говорите, что вот я узнаю, почему он не хочет. Да? И после того, как узнаю, эту причину уберу и он будет делать это. И вот здесь очень хороший вопрос задает вам мой коллега, который спрашивает, что вы получаете от того, что ваш ребенок будет делать что-то или то-то, потому что он уже делает какие-то вещи. и вам как будто бы в этом смысле, ну, вам как будто бы в этом смысле мало. Вот. вы хотите еще, чтобы он это делал еще. Вот. И мой вопрос все тот же. Зачем? Вот. для чего это? Дальше. Я хочу, чтобы он развивался творчески, но понимаю, что мои желания это одно, и с мнением ребенка тоже нужно считаться. Ну, только давайте мы отделим вообще, ну, ваше желание, да? Вот, скажем так, ну, ребенка, давайте мы не будем как бы смешивать все это в одну кучу. Давайте мы посмотрим, вы чего-то хотите. Хорошо. Это неплохо, что, ну, это совсем неплохо, что вы чего-то хотите, что у вас есть какие-то желания и так далее. Вот. Ну, давайте мы будем относиться к ним, к вашим желаниям. Давайте будем относиться более гуманно и будем ставить их, значит, зависимость такую, такую жесткую, такую серьезную зависимость от того, что делает или не делает ребенок. что делает. Ведь вам-то, вам в любом случае будет хотеть чего-то. Вы в любом случае будете хотеть вот какого-то, ну, например, может быть, творческого, да, какого-то, допустим, развития, вот, у ребенка, вот, и это абсолютно, абсолютно нормально. Вот. Просто нужно разграничить, если вы хотите сами как-то, вот, ну, творчески развиваться, да, что, ну, что является абсолютной нормой. Вот так, развивайте сами, вот, развивайте сами, чтобы ваш ребенок, да, от этого не страна, ну, потому что, ну, он, может быть, хочет, да, может быть, не хочет сегодня, он хочет, завтра нет, вот, вы не можете от этого, значит, ну, отталкиваться, потому что вам нужна больше стабильности определенная. Вот. Дальше. Понимаете, какая штука? Считаться с мнением ребенка, да, вот, то, что вы говорите, что нужно считаться с мнением, это не равно узнать у него причину не хотение, то, что вы вытягиваете из него. Поэтому я бы сказал, что вы противоречите себе, вы говорите, что с мнением ребенка нужно считаться, но в то же время хотите узнать точную причину и вытягиваете из него что-то. это насилие, это не является прислушиванием к мнению ребенка, понимаете? И это наводит нас на мысль о том, а как вы относитесь к ребенку, как вы воспринимаете его, а какие свои потребности вы пытаетесь реализовать, узнавая точную причину или вытягивая. Может быть сначала стоит с этим разобраться и уже потом заниматься тем, чтобы вот как-то ребенка направлять. на этом все, я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Вот что да, чтоб аааааа, и как бы беда нет. Этааааааааааааааааа. Удачи. Продолжение следует...